Скандал в Харьковской полиции. Там, пройдя переаттестацию, до сих пор служат двое бывших беркутовцев. Оба фигуранты уголовных производств и их дела переданы в суд. Одного обвиняют в пытках участников Майдана в январе 2014-го, второго в избиении журналистов в начале 2015-го. Обо всем подробнее Светлана Шекера. Двое бывших сотрудников Харьковского батальона спецназначения «Беркут» сейчас в статусе обвиняемых. Андрею Хандрыкину вменяют в вину истязания участников Майдана в январе 2014-го. Тогда на входе в стадион имени Лобановского беркутовцы сняли майдановцев с колоннады, раздели и издевались над ними. Владимира Рияка подозревают в избиении журналистов Громадского под Харьковом на блокпосту Писачин в январе 2015-го. Милиционеры остановили журналистов, возвращавшихся из зоны боевых действий, оператору заломали руки и отобрали карту памяти. Генпрокуратура уже завершила следствие и передала материалы в суд. Сегодня выяснилось, оба бывших беркутовца продолжают работать в национальной полиции. Прошли переаттестацию на загальных умовах. И, соответственно, до выяснений аттестационных комиссий, призначены на посады полицейских в батальоне полиции особенного призначения, где и наразе продолжают нести службу. В генпрокуратуре говорят, просили суд и полицию отстранить подозреваемых беркутовцев от работы. Ставилось вопрос перед судом о отстранении их от посады. И в каждом случае районный суд отмоглял о отстранении посады. Национальная полиция в Харьковской области занимает позицию, что они будут принимать решение только после вырока в суд. Но будет ли это решение суда? Четверо харьковских беркутовцев, которые фигурируют в уголовном производстве о расстрелах протестующих на Майдане, уже сбежали в Россию. И ни Хандрыкину, ни Ирияка ничто не мешает поступить так же. Свеслана Шикера, Инна Морецкая, Александр Яновский. Подробности. Телеканал Интер. Субтитры создавал DimaTorzok